рассмотрим работу с фильтром пакетов firewall у нас разбивается на несколько уровней уровень IP и TCP называется фильтром пакетов потому что он обрабатывает собственно пакет TCP и IP и так вот мы переходим под администратора я вторую консольку сделаю чтобы mc запустить чтобы посмотреть каталоги итак у нас есть в ядре под структуру нет фильтр которая фильтрует пакеты есть несколько разных утилит для управления этой структурой утилита который работает на низком уровне это ipconfig это ip tables утилита она работает с нет фильтром напрямую ip tables минус l сделаем и увидим список цепочек которые обрабатывает нет фильтр это цепочки входная выходная и forward то есть соединение входной и выходной собственно ситуация сложилось следующее это утилита очень мощная но конфигурить с помощью нее сеть достаточно трудно она слишком примитивная для этого появилось очень много разных утилит для того чтобы как настройка над ip tables для конфигурации firewall а но в частности набор скриптов раньше шел фактически он сохранял и загружал обратно то что вручную сконфигурина было сейчас в редхете идет фарвол д это демон который отвечает за управление фарволом фактически он является заменой всех этих скриптов поскольку этот демон сделан так чтобы управлять сложными коммуникационными устройствами ну например как маршрутизатор то в его основу была положена идея зон разбиение разных правил на зоны управляется с помощью фарвол кмд и давайте посмотрим какие есть у нас зоны значит по молчанию зона паблик в принципе если у вас один интерфейс то вам больше одной зоны не нужно если у нас у вас много интерфейсов то вы можете на каждый интерфейс навесить свою зону и соответственно правила применять именно к этой зоне идея то собственно идет от циска когда она разбивает на внутреннюю внешнюю и демилитаризованную зону сеть ну вот это вот расширение этой идеи в принципе когда у вас у компьютера только один интерфейс вам достаточно одной зоны и особо над этими зонами думать не стоит также удобство фарвола является в том что в нем заданы определенные сервисы вот мы посмотрим все сервисы которые заданы в нашем демоне firewall текущие сервисы описаны и цитара firewalld сервис зоны значит вот публичная зона в публичной зоне два сервиса прописаны мы их собственно можем посмотреть с помощью команды лист сервис вот они два сервиса клиент dhcp6 и ssh собственно вот этим файлом мы и управляем когда добавляем сервисы в зону тут мы можем добавить свои файлы для сервисов то есть какие-то нестандартные сервисы и они появятся в списке также посмотрим как можно добавить сервис список и так сделали фарвол кмд это сервис добавим сервис vnc сервер вот добавили сервис vnc сервер давайте посмотрим состояние нашего интерфейса значит зона паблик и вот у нас эти сервисы можем просто лист сервисы сделать вот прописаны все эти сервисы давайте перестартуем нашу службу тут есть несколько возможностей перезапуска службы в принципе фарвол кмд имеет опцию для перезагрузки конфидов службы давайте жесткой и перестартуем system control restart firewall д перестартовали и посмотрим какие у нас сервисы сервис vnc сервер исчез почему потому что у нас есть два состояния в принципе это у многих команд которые управляют каким-то подсистемами два состояния текущее состояние то есть изменяется ранен конфиг и состояние когда изменяется конфиг загрузочный вот когда мы добавили мы изменили ранен конфиг для того чтобы изменить загрузочный конфиг нам нужно добавить вот этот сервис добавили на перманент добавили теперь он записался постоянный конфиг давайте посмотрим фарвол кмд лист а его нету списка или лист сервис из пожалуйста нету списке почему потому что он записался в постоянную конфигурацию они в рантаймовую нам или нужно запускать эту команду дважды то есть один раз в рантаймовую конфигурацию другой раз постоянную вот у нас добавился он в постоянную конфигурацию либо мы должны перечитать конфигурационный файл ну и теперь мы можем посмотреть сервисы vnc сервер добавился в эти сервисы не все прописано в виде сервисов иногда нам нужно добавить некую программу работающие по определенному порту которое не прописано у нас в конфигурации не заложено если мы будем делать это часто то нам удобней написать свой файл под сервис если мы делаем это однократно то в принципе нет большой нужды писать дополнительные файлы хочу напомнить что в файле etc services прописаны порты протоколы и сервисы которые работают по этим портам давайте добавим какой-нибудь порт скажем 2022 tcp firewall кмд соответственно поскольку он добавился в конфигурацию и так мы постоянно добавили порт 2022 tcp соответственно поскольку он добавился в конфигурацию вот давайте посмотрим что он добавился в конфигурацию вот порт то мы его не увидим в списке сервисов фа longer фаиргал мэнд лист 7 из списка его нет значит мы мы нам нужно перегрузить перечитать файлaient пока в грации realot и в списке сервисов его так и не по выивилась list all у нас показывает что у нас появился вот такой порт эта команда очень удобно очень мощно но если вы хотите низкий порог вхождения вы можете использовать графический конфигуратор это firewall конфиг тут все очень просто у нас выбирается конфигурация динамическая это runtime конфигурация или постоянная конфигурация выберем постоянную конфигурацию выберем порты вот он порт tcp давайте добавим этот же порт но удп вот он добавился давайте зайдем службы и добавим ну скажем http и https все вот мы добавили кроме того тут мы можем более мощные вещи делать более интересные но мы пока не будем этим заниматься значит выход естественно мы просматриваем list all ничего не изменилось все что было потому что мы меняли конфигурацию конфигурацию стартовую давайте посмотрим стартовая конфигурация у нас изменилась нам нужно перечитать конфиг фар волка md reload и тогда мы получим список того что у нас сейчас открыто или закрыто таким образом вы можете с помощью как графического интерфейса так и с помощью интерфейса командной строки открывать и закрывать входящие порты с помощью firewall кмд